Сегодня мы начинаем наши живые кастинги. Приятно вас видеть в телевизоре. Как вы на жизнь зарабатываете? Нам такие люди, как Алина, нужны. Конечно, было неожиданно получить твою анкету. Я пожаловал с желанием заработать с огромным. Главное больше, сильно жестикулировать. А сколько стоит хорошего психолога консультация? Кто в курсе? Вы работаете на России? Как это вы пишите комментарии к нашим роликам? Камера дрожит, звук дерьмо. Так рада вас наконец-то вживую увидеть. Ты красотка, будем работать, беги к ребенку. Хочется денег. Вы будете, давай, давай, эй, та-та-та-та. Мне нравится одно, что идут мужики. Мне бы не хотелось, чтобы наш проект переименовался в спотыкач. Я счастлива. Ты счастлив? Я счастлив. У нас есть стол. У нас есть стол. На самом деле у нас все, как всегда. В последний момент к нам приехал стол. В последний момент мы решили, что нас будет не двое сегодня, но об этом чуть позже, потому что сегодня мы начинаем наши живые кастинги. И у меня в руках есть некое количество анкет с людьми, с которыми мы будем знакомиться. Так что готовимся. Ну, да, опять. Фух. Ты знаешь о моем приятном сюрпризе? Нет еще. Я решила, что ты будешь сейчас как, я не знаю, Валерия Меладзе в окружении шикарной Виагры. В общем, я решила пригласить на кастинг подругу. Можно? Мы втроем сегодня будем. Мы сегодня будем втроем. Зажигаем. Зажигаем. Друзья, у нас на кастинге появится еще один человек для того, чтобы, ну, во-первых, для того, чтобы было веселее. А во-вторых, для того, чтобы мы, в общем-то, могли повнимательнее выбрать именно ту команду, которая будет помогать нашим участникам делать их бизнес прибыльнее, успешнее. Ну, и вообще интереснее. Поэтому прямо сейчас я предлагаю позвать нашего третьего судью. Да, мы будем как-то в X-факторе. Зовите скорее. Зовите. Сегодня мы втроем. Ты видишь, как я постаралась. Мне кажется, ты уже превратилась в формат, это вам, такого, публичного, практически телевизионного дизайнера. Публичного телевизионного дизайнера. Замечательно. Телевизор не знает, что писать. Это правда, что ты пошла? Нет, это неправда. Лена пошла. Оля, нельзя сразу раскрывать все секреты. Лена пошла. Все. Это все, что вы узнаете. А еще я сняла чехол с телефона. Угадайте, почему? Он разбился. Нет. Нет, она хочет, чтобы он разбился. Ближе. Оля хочет другой чехол. Нет, она хочет другой телефон. Молодец! Ты выиграл приз. Я хотела просто показать, что я предприниматель, и у меня iPhone X 2018. Презентация Стива Джобса не прошла, потому что нету Стива Джобса, но Apple. Презентация прошла, новый телефон уже близко выходит. Ну, в общем. Рекламное время Apple закончилось. Окей, хорошо. Договорились. Ну что, ребята, у нас сегодня с вами ответственное мероприятие, потому что целый день мы будем смотреть тех, кто к нам придет. Я напоминаю вам нашу задачу. Нам сейчас нужно отобрать людей, которые могут помочь нашим участникам, кстати, которые мы еще не знаем даже пока кто именно это будет, какие ниши, но которые могут помогать им в бизнесе. И, соответственно, самые классные услуги, которые популярны могут быть в отношении продвижения, я считаю, да, это ключевой дизайн, фотографы, которые помогут упаковать бизнес. Ну, в общем, все люди, которые могут классно делать свое дело, наша задача их отобрать для того, чтобы нашим предпринимателям во втором сезоне было легче. Потому что в первом мы видели, что многие сталкивались с тем, что они самостоятельно разрываются, всех нанять не могут, естественно. Ну, и в результате как бы плохо. Кстати, у нас будут дизайнеры интерьера. Замечательно. Тебе не нужен помощник? Помощник? Нет, у меня самые лучшие помощники. Это обо мне. Мы, как всегда. Окей, давайте не будем тянуть время, потому что мы его и так уже затянули. На полчаса. На полчаса. Окей, тогда мы приглашаем нашего первого участника. Как-то? Зови. Приятно вас видеть в телевизоре. Живой. Да, мы живые, настоящие. Есть у нас такое. Алексей, расскажите, пожалуйста, с чем вы пожаловали, чем вы занимаетесь? Я пожаловал с желанием заработать, с огромным. К сожалению, оно у меня поздно появилось. Где-то три года назад я начал как бы активно изучать вообще бизнес. А сколько вам лет? 33. До этого я был инженером. Закончил институт как бы и работал по специальности. Но понял, что это совсем не мое проект. А как вы думаете заработать в нашем проекте? Мне интересно. Я хотел бы попасть в команду к участнику. Вообще позиционирую себя как сейлс-менеджер, то есть как креативщик, человек, который может придумать какую-то идею, сам же ее воплотить, то есть как продакт-менеджер. Я в принципе имею понимание, что такое продажи и с западными рынками работал последние три года на Амазоне и на Эйце. А как вы продавали? Через площадку, через Эйце и через Амазон. Я как бы начал с антиквариата. То есть продажи через интернет? Да, продажи, интернет-продажи. Это не личные продажи какие-то? Нет, это не личные, да, это интернет. Они в основном автоматизированы, то есть человек совершает покупку практически, как бы минимум вопросов, если все правильно, если описание товара, то есть таким способом. А сейчас вы не работаете? Сейчас я устроился тоже на работу, да, на дня буквально буду стажироваться, но хотел бы совмещать как-то участие в шоу, если возможно, потому что мне это очень интересно. А какой ваш самый сильный навык, как вы считаете? Креативность, фантазия, я очень могу много что придумать, ум, мультипотенциальность. Я люблю несколько процессов, то есть мне скучно, когда что-то одно. Вот я как в своем магазине был и продажник, и товары искал, и фотографировал, и выставлял. А у вас был магазин, да? Ну да, это как интернет-магазин, как Амазон получается. А почему вы перестали его? Появились сложности с доставкой, самые главные сложности. Ну вы же креативщик, значит, ваше дело было придумать, как эти сложности преодолеть. Вы в своем бизнесе не смогли придумать? Да, у нас были, ну, были у меня много товаров за эти, как бы, да, за это время, но основной сейчас вот то, что столкнулся с долгой доставкой очень. И вы поэтому бросили бизнес свой и пошли на работу? Да, захотелось, да. Ну, просто... Ну, смотрите, я просто логику смотрю, да, вы говорите, я могу что-то придумать, креативить, что-то такое. Вот вы столкнулись с какой-то проблемой, долгая доставка, вы тут же решили, что все, ничего не получается, и вы пошли на работу. То есть, где креатив? Не ту же... То есть, вы себе не смогли ничем помочь. Ну да, развиться. Просто вы говорите, я могу участнику, да, там, команду хочу, буду помогать. А я не вижу, ну, я хочу примеры, да, кейсы, где вы кому-то помогли или себе хотя бы. Приведите пример. Именно в продажах, да, в товарах. Не важно, а вот чем вы помогли себе? Вот вы попытались сделать какой-то бизнес, у вас не получили, вы вернулись на работу, вы не смогли заработать. Ну, говорите, я не смог, но я другому помогу. В принципе, я бы не сказал, что я, ну, бросил и, как бы, не пытался бороться. Вначале начиналось все с антиквариата, а потом я пришел к тому, что его искать не очень хорошо, и ты зависишь от различных, как бы, да, товара. Я потом перешел на хендмейт. То есть, я его продавал не сам, ну, точнее, не сам делал его, а я брал, как бы, готовые уже, да. Да, у нас очень много есть талантливых, там, которые из дерева, ну, у нас там шахматы, нарды, то есть такое. То есть, постоянно были поиски товаров. За три года где-то было больше 500 товаров различных. А сколько вы на этом заработали? Ну, не сильно много. Вот, то есть, потолок такой, да, причем, что я сам был, и еще вторая причина, то, что у меня не было партнера. Вот это эмоциональное. То есть, перепродажа одной, сколько вы зарабатывали в хендмейте? Ну, хорошая была маржа, минимум 100% я делал. А суммы какие? Ну, небольшие, 500 долларов где-то вот так вот. Ну, это не самые плохие суммы, 500 долларов для хендмейта. Да, ну, просто это был не мой товар, я как бы и фактически продавал картинки, да. Так что у меня были картинки. Не, ну, вы прекрасно продавали, еще не хватало, чтобы вы сами этим занимались. Вот это было бы печально, то, что вы продавали, и у вас был средний чек 500 долларов, который вы… Плюс, как вы, Сергей, говорите с доставкой, я пытался решить вопрос, я подумал, как доставить в Америку товар с Украины там за доли секунды. То есть вот у меня я столкнулся с такой… За доли секунды вряд ли. Есть, я нашел решение. Я придумал, ну, сделал так, как я инженер. То есть они начали портировать за доли секунды. Да, так и было. В автокаде я сделал модели чехлов на телефон и брелков к Новому году, там такие с обезьянками были. И, то есть человек покупал электронный файл. И это была, ну, модель для 3D-принтера. То есть он, совершая покупку, да за секунду у него уже товар, и он мог пойти, ну, прямо под домом в любой центр и распечатать, то есть это товар и физически его получить. То есть так была решена, как бы, вот то, что вы говорите, частично. Ну, а почему эту идею дальше не стали развивать? Ну, она как-то не масштабировалась. Как-то я столкнулся с тем, что люди спрашивали, а что такое 3D-принтер, а где мы его распечатаем? Да, я думаю, проще довести. И это уже не хендмейт получается, это уже на 3D-принтере сделано. У меня было, я же говорю, очень много товаров, вот эти, ну, как бы идеи. Ну, для Европы, для Америки это уже вообще не проблема. 3D-принтеры, 4D уже появились. То есть, ну, возможности. Ну, они как-то очень сложно до них, это честно. Но идея классная. Почему вы ее не взяли дальше, не развили уже, где на рынке это возможно это сделать? Как-то развивали. Чем должен заниматься участник, которому вы в команду попадете, чтобы вы могли проявить себя как следует? Идеально продажи, возможно, даже на западные рынки. То есть, я считаю, что… Да, ну, это как бы идеальная модель. Я английский знаю, Upper Intermediate, в принципе. То есть, могу и по скайпу, и общаться, и лично. И есть понимание, мне кажется, менталитета американцев, ну, ощущение, где нужно пошутить. Ну, они такие, как бы люди любят, как бы когда с юмором тоже, ну, как бы такая грань. То есть, они любят, чтобы все идеально было, потому что у них, как говорят, да, платят 100 долларов, а сервис на 120 получают. А кем вы работать устроились? Я сейлс-менеджером тоже на Америку. Ну, у меня график с пяти вечера до двух ночи, поэтому, в принципе, я думаю, что я смогу. Понятно. По крайней мере, очень бы хотелось попробовать. Целый день свободный. Да. Вы по телефону там общаетесь? Да. Ну, я только еще на стажировку. Я вот только, да, буду только по телефону продажа. А что бы вы хотели получить в результате? Ну, предположим, вы попали в команду, попали в шоу, как бы здорово все. И что после этого? Вы отработали проект? В идеале свой какой-то, ну, создать свой проект, прокачать свои навыки, заработать, конечно же. Возможно, ну, невозможно найти партнера, да, с которым вот это все у меня какая-то проблема. То есть знакомство, опыт, посмотреть на себя. Главный результат – это деньги, конечно. На других? Хочется зарне, не посмотреть, хочется денег. Есть конкретная цель денег, проект какой-то выстреливающий. Хочется, чтобы была крутая, ну, реально крутой товар, который… Знаете, просто мы уже дадим денег. Не стыдно. Не, не нужно. Нет, это тоже смело говорить, но за 13 минут разговора четвертый-пятый раз и хочу денег. То есть, ну, это оно. Да, отлично, если деньги на тебе делаются, да. То есть, ну, как это главное в бизнесе, поэтому сделаю все, чтобы… Заработать денег для участника главного и для себя, соответственно. То есть, потому что, ну, как бы ставка меня не интересует. Оля говорила, что люди любят слышать ставка, и все, дальше их не интересует. Ну, мне как бы, не наоборот, точнее. Оля уже цитирует. Да. Или это Сергей говорит. А то. Окей, Алексей, все понятно нам, в общем, да? Да, мы о вас будем думать. Мы о вас будем думать. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам большое. До встречи. До свидания. Меня зовут Мария Шахова, и я уже участвовала в «Зажигалка-шоу» в первых выпусках, поэтому пришла сюда попробовать себя в роли эксперта. Я занимаюсь веб-дизайном, проектированием сайтов. Живой. Так, давайте обсудим с вами Алексея. Угу. Как? Ну, для меня смело прийти без единого кейса, без результата в каком-то своем бизнесе и заявить «Хочу денег, хочу участие», то есть, ну… У него, скорее всего, появилась женщина. Потому что мужчина так начинает хотеть денег, когда он влюбляется. «Хочу шефа», понимаешь, а она ему ничего лучше. И судя по всему, корыстная женщина. Нет, и женщина, которая смотрела Ермилову. Все. Все, она посмотрела за все это будет и замотивировалась. Нет, мне понравилось то, что он горит. Мне не совсем понравилось то, что у него нет результата собственного, но я вообще понимаю, конечно, что это очень непросто, если ты что-то делаешь. Нет, ну горит, работа в ночную, плюс еще дневная ставка и участие. Плюс говорит «Хочу деньги за результат, а не хочу ставку». И самое интересное, что сказал «Помочь заработать деньги главному участнику и самому заработать». Ну, в общем, говорит он правильно, да, то есть задачу он понял правильно. Ну, это уже хорошо. Я думаю, можно попробовать, ввести его в команду, а там посмотреть, как он себя проявит. Ну, важно, чтобы он подошел в эту команду. Но то, что с ним можно работать, посмотреть однозначно нужно, а там посмотрят. Окей, давайте следующего. Игорь, а как правильно ваша фамилия? Сидоренко или Сидоренко? Ну, номер. Я все гадала. Игорь, ну давайте знакомиться. Ага, вы занимаетесь, я уже сразу вижу, веб-дизайн, разработка сайтов. Да, да, да. Вы похожи на человека, который этим занимается. А что тут написано «Юзабилити Москва»? Это что значит? Это значит, у меня есть такой сайт. Домин просто в русскоязычном. А, вы работаете на России? Да. Класс, вы мне нравитесь. Так, ну, рассказывайте. Так, провокационные вопросы напряглись. В принципе, 12 лет занимаюсь дизайном, последние, наверное, с 2010-го очень много работаю с агентствами, с московскими. И вопрос в том, что есть доступ к крутым интересным проектам. То есть, я участвовал в команде, которая делала сайт для Олимпиады в Сочи, в зимнее. Вот, то есть, там всевозможные Land Rover, Infinity, Северсталь и прочие штуки. Но это проекты, которые были сделаны, допустим, примерно 2012-2014 год. Все, что я сейчас делаю с 15-го по 18-й, делается по договору о неразглашении. Соответственно, много крутых вещей, которые я просто могу показать. Вообще не можете? Нет. Ну, это же для веба или нет? Для веба, да. То есть, там и приложение, это подписывается договор о неразглашении, где я фактически передаю свои права на работу. А вы делаете только дизайн? Я, можно сказать, делаю только дизайн. Это моя основная специализация, даже больше проектирование. Кстати, эти вот штуки для Кати, это я вам отправлял видео, вот. Было забавно в прошлый раз как раз о себе слышать, да. Озвучила стоимость, да, там она говорила, что там. Это было немножко завышено, скажем так. Вот. И смысл в том, что получается, есть много крутых работ, которые я не могу показать. И есть ваш проект, в котором я могу себя проявить и показать, что вот, можно делать вот так, и так, и так. Плюс опыт позволяет использовать определенные какие-то шорткаты. То есть, где можно сэкономить, где можно сделать быстрее, на какой стадии, допустим, имеет смысл вкладываться в это все, на какой стадии нужно делать быстро и дешево. Так, так все-таки ваша компетенция главная. Моя основная компетенция – дизайн. Дизайн. То есть, графический дизайн. Это не графический дизайн, веб-дизайн. Веб-дизайн. То есть, интерфейсы, веб, вот это все. В чем интерес в этой передаче эфире, если работа есть, если ее много, то есть, какой ваш интерес? Ну, работа, скажем так, есть, у меня, допустим, определенный сейчас уровень, правильно? Да. Вот, у меня есть желание расти, то есть, работать с, допустим, с теми же самыми клиентами напрямую, например, да? Для этого что нужно? Для этого нужно выстраивать какой-то некий личный бренд. Для этого нужно каким-то образом фигурировать в определенном… Вы работаете чисто на студию и работа, получается, студии приближена? Да, через агентство, да. Да, через агентство, то есть, ваше имя нигде не фигурирует, да? Да, очень часто, был даже один момент, когда на одном, одно известное агентство поставило в качестве дизайнера другого человека, который, я так понимаю, работает у них в студии, хотя работу делал я. Вот, было и такое, было не очень приятно. Не, ну это супер, такого, ну, вас применить очень просто. Берем? Ну, однозначно, да, я думаю, что, ну, дальше уже следующий вопрос, мы будем думать, куда именно мы вас будем применять, к чему, но у меня так, в принципе, вопросов нет. Мне все очень ясно. Как вы узнали о этом шоу вообще? Я, честно, не помню, как я нашел, не помню, может быть, через Инстаграм, что-то вот вроде в таком, и начал смотреть, я не помню даже, какой первый эпизод, но я фактически как, какой-то эпизод посмотрел, сначала я просто смотрю, потом стараюсь дать участникам какую-то обратную связь. То есть я фактически обычно пересматриваю два раза. Первый раз, чтобы сформировались мысли, чтобы не сгоряча как-то осудить людей или там, ну, в какой-то степени оскорбить своим ответом или комментарием, а что бы это было конструктивно. Замечательно. Я даже не посмотрела ни одного эфира со своим участием, не то, чтобы по два раза каждый. В воскресенье такой день, когда, в принципе, обычно нет никакой работы, все в любом случае отдыхают, клиенты тоже отдыхают, и мне это напоминает, как раньше была передача, как же она называлась? Тоже она выходила, пока все дома. Пока все дома? Да, очень похоже, и как раз утром просыпаешься, появляется новый эпизод, я спокойно просматриваю, может быть, перед завтраком. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Он, кстати, не просто писал, он прислал мне видео, в котором он нарисовал все то, что ты просил, чтобы он нарисовал, снял, рассказал мне, что это такое, и я подумала, как Кате повезло. И тут приходит Катя на эфир, и у нее ничего этого нету. Она говорит, о, это было очень дорого, мне там какую-то стоимость показали, и тут же Игорь пишет в комментариях, 3-5 тысяч долларов, я такую цену ей назвал. Ну, то есть, какая-то белиберда. Мне нравится его заинтересованность, он волновался, вы заметили? Да. Ну, совсем немного, меньше, чем я. Он волновался, я видела это. Честно говоря, у меня тоже появился такой же вопрос, как у Лены, но я понимаю, что, возможно, скорее всего, он как раз самостоятельно себя не продает, и за счет того, что продает свой труд через агентство, имеет не те гонорары, которые он хочет, естественно, и у него сейчас взыграло, может быть, самолюбие, желание мужское проявиться. То есть все понятно, как бы, ну, выстроить свой бренд, быть лицом, работать на себя, то есть это нормальное желание. Ну, у меня главный сейчас вопрос, так же он хорош на деле, как он весьма прилично себя презентует. Вот хотя заметьте вот этот важный момент, да, внешность человека. То есть видно, что он связан с IT, но так очень прилично. Бывают, конечно, айтишнички такие. Но он все-таки не совсем айтишник, он дизайнер. Ну, здесь, да, здесь больше, наверное, как бы и креатива, наверное, и знание еще что-то по компьютерному. В любом случае он мне очень нравится, мы его обязательно, ну, он будет в нашем шоу сто процентов. Мне нравится одно, что идут мужики. Законяйте. Я всю жизнь мечтала. А дайте женщину, пожалуйста. От женщин. Нет, я люблю девочек. Мои бутылки. Для участников шоу Ольги Ермиловой я с удовольствием предложу свои услуги, я с удовольствием помогу им организовать классную презентацию, если они соберутся делать это в виде ивента. Так, у нас сейчас дизайнер интерьера. Лена, берегись. Ла-ла-ла. Мне кажется, пора ее поменять вообще. Ну, начинаем. Жену себе меняй. Дизайнера менять не буду. Здравствуйте. Так, Алена, мы узнали, что вы, оказывается, коллега Елены. Да, да, мы общались на немножко, у нас было времени. Угу, здорово. Наверное, у нас же зажигалка пара. Да, зажигалка, да. Ясно. Так, а вы занимаетесь у нас дизайном интерьера. Скажем так, вкратце. То есть, я очень давно проработала в мебельном бизнесе, очень давно. Ну, после того, как я проработала, я посмотрела, что мне это нравится, у меня это получается. Дышите. Дышите, не волнуйтесь. Когда у меня какие-то происходят жизненные, скажем так, перемены, я очень всегда нервничаю. И когда я проработала, я посмотрела, что у меня это получается. То есть, и так происходило, что мне в основном приходили с проектами. То есть, моим коллегам, например, что-то мелкое, а мне было интересно брать полностью, вплоть до декора и каких-то моментов. И когда я поняла, что у меня это все закрывается, это все получается, заказы идут, люди благодарны, я поняла, что у меня получается, надо что с этим делать. И я пошла на курсы дизайна для того, чтобы закрепить какие-то навыки. То есть, я понимаю, почему так должно быть, почему должен быть такой цвет, но мне надо было это объяснить клиенту конструктивно. То есть, я не умела, ну, допустим, даже банально сделать расчет цвета, да, неопределенно есть формула. Я просто знала, что это нужно вот здесь, вот здесь, вот здесь, да, в силу какой-то эргономики. И получился момент, что я не совсем, скажем так, закончила и забеременела. На курсах? Да, да. В этот момент я как раз взяла проект. Он достаточно был тяжелый, в каком плане, потому что мы его делали с нуля. То есть, мы получили определенную квадратуру, которую надо было поделить на несколько квартир. То есть, полностью квартира была вот от нуля, как строится фундамент дома. И благодаря этому проекту, ну, опять же таки, бюджет был ограничен, и поэтому было достаточно много нюансов, которые надо было, ну, скажем так, для меня это был стретчик, да, как это можно решить. Ну, в любом случае, как бы, благодаря команде моей, которые, ребята, которые меня поддержали, у нас это получилось, и когда мы ее выставили на продажу, я уже была на восьмом месяце, и квартира, в принципе, достаточно очень нравилась, и мне уже предлагали проекты. То есть, у тебя это интересно, бери, я говорю, ребят, я на восьмом месяце, то есть, я даже на курсах своей преподавательстве говорю, давайте так, я возьму тайм-аут, потом как бы вернусь, мы до работы. Вы что хотели бы дать вот героям нашим? Поддержка, вы будете, давай-давай, эй, это мне еще, давай-давай-давай-давай. То есть, как дизайнер интерьера вы смогли бы работать, то есть, хотели бы себя попробовать в этом проекте, то есть ввести проект, помочь, то есть, ну, как-то... Именно дизайн интерьера? Да, я готова, то есть, готова взять проект и довести его до нуля. В принципе, я могу сейчас взять, то есть, интерьер, ну, какой-то квартиры, небольшой. Ну, я думаю, что по проекту у нас будут более публичные места. Прекрасно. Квартира, наверное, как-то с бизнесом, с квартирой. Может быть, мини-отель. К нам придет участник, который открывает, будет мини-отель. Или отель для животных. Не, ну мне интересно, я готова попробовать, скажем так. Или дом престарелых. Вот, вот это самое сейчас, мне кажется, будет прибыльный бизнес. Дом престарелых? Да. Мне тоже кажется. И я могу сразу зарезервировать одно место. У меня уже есть идея. Мы пойдем все троем. Так, что вы хотите от проекта для себя? То есть, там, зарабатывать деньги потом, известность на телевидении. То есть, какая вот, ну, ваше то, что оно вот... Вот, скажем так, я сюда пришла. То есть, у меня есть навыки, у меня есть умения, у меня есть немного практики. Получить каких-то клиентов, которым, если им понравится моя работа, поработать с командой, которая сильно, они боятся, идут и делают. И, в первую очередь, ну, конечно, если я реализуюсь и получится мой проект, и я смогу это сделать, конечно, ну, как бы не без пиара. Ну, не буду лукавит. А вы не боитесь, что вы не сможете сделать на каком-то должностном уровне тот проект, который будет? И в YouTube-канале на Зажигалка будет 150 комментариев, которые могут мне не понравиться. Если вы сделаете плохой проект, все узнают, что вы делаете плохие проекты. Я понимаю, опыт с Татьяной Зайцевой, например, у нас очень интересный получился. Мы не ожидали. У вас нет этого страха? Понимаете, я просто понимаю, что хороший результат приходит только, когда ты спотыкаешься. И не может быть, скажем так, тот результат, который закрепляется и который хороший, только через спотыкание, через ошибки. Да, у меня были негативные опыты, где я спотыкалась, но этого никто не видел. Ну, я приложу максимум усилий, если, скажем так, будет моя судьба так сделать, и я сдуюсь, значит, это будет моя ответственность, и только в этом буду виновата я. Мне бы не хотелось, чтобы наш проект переименовался в спотыкач. Нет, я тоже не хочу. Дерми на вас потыкать. Нет, опять же-таки, на вашем примере я прочитала вашу книжку буквально за два дня. Я еще ее выиграла. Да, это был тоже для меня позыв. Но я могу сказать, что на фоне вашей книжки мне еще больше хочется с вами поработать, потому что у вас как раз были вот такие моменты, когда надо было в любой момент сдаться. У вас была цель, и мы идем... Я вам скажу больше. Жизнь продолжается, у меня еще все есть и все впереди. Было это не про меня, давайте так. Жизнь, спасибо, что пришли, мы вас услышали, мы будем о вас знать, помните, как только... Серега купит новую квартиру. Небольшую. Сразу позорем, как только будет для вас работа. Как тебе? Ну, мы не видели, конечно, ее дизайнов пока. Ну, а дизайна и работ, мне кажется, еще нету. Мы общались на зарегалка партии, где-то много там было девочек, кто было в этом направлении. Но у нее и тогда горели глаза. То есть ничего не знаю, еще ничего не могу, как бы в таком профессиональном плане, но хочу. Хочу. Да, хочу, иду, делаю. То есть, ну, поэтому я вопрос задала, что если вдруг, как бы, тут, знаешь, как это, как увидел, так и что делать дальше? Будем пробовать. Ну, да, вообще ситуации могут быть абсолютно разные. Она может как очень классно раскрыться. Точно так же я видела, кстати, первые наши участники шоу, вот Катя была, помнишь? Которая там рвала рубаху, и как только я ей сказала, дала по носу один раз, она тут же сбежала из шоу, вообще, то есть пропала. И это, кстати, тоже вопрос для нас, потому что команда, которая не платит деньги за участие в проекте, вот, она, естественно, может подставить нашего героя тем, что просто не придет, да? Завтра у нее загорелись глаза в другую сторону, ей стало стыдно, она не пришла. Ну, тогда все узнают, что это ненадежные люди. Ну, вопрос-то в том, что мы все-таки все равно несем некую ответственность, ну, перед человеком, поэтому это мы будем, конечно же, решать. Не знаю, мне нравится то, что приходят к нам уже достаточно смелые, мне нравится, что они просмотрели один сезон и знают, что могут быть посланы в любой момент, и достаточно жестко поставлены на место, и они этого не боятся. Вот это уже хорошо, ну, то есть это уже о чем-то говорит, потому что они прекрасно понимают, что сюсюкаться мы с ними не будем, более чем. Да, но ответственность и понимание должно быть первым, конечно. Ну, будем проверять, но, опять-таки, вот их готовность меня очень радует. В отличие от собеседований, когда ты проводишь на работу и видишь вот эти вот, я не знаю, что я пришел, я не знаю. Не, ну, подожди, они, ну, они идут туда, куда себя показать и только заразить, вот по-другому никак. В нашей стране весь нормальный народ выехал, неправда? Нет. Они все смотрят Ермилова зажигалка. Да, и по два раза еще пишут комментарии подробные. Вообще супер. Значит, идем к следующему. Я не знаю, кто это будет, давайте. Зовите. Заносите. Я что-то нас преследуешь, я тебя недавно встречал тут возле нашего офиса. Это приводит твоя работу в центр. Да, с тех можно встретить. Так, Маша, ну, конечно, было неожиданно получить твою анкету, когда мы ее разбирали, и тем более... Причем, она первая прислала анкету, как только мы объявили кастинг, через три секунды... Ну, так ты следишь за такими вещами. Нет, просто это была анкета первая, потому что я сразу заметил... Давай начнем с того, что... Как дела с твоими бутылочками? Бутылки продаются, спрос есть. Для себя я нашла клиента не на 10 тысяч долларов, а больше. Вот, но я цель выполнила, которую вы тогда ставили. Поэтому... Слушай, а ты... Ты сделала свой дизайн бутылочки? Нет, нет, я продала, готовы, зачем напрягаться. Вот, есть уже решение. Молодец, продала, сделала, красотка. То есть у тебя появился какой-то крупный клиент? Да. А за счет... Ну, можешь поделиться? Просто мне интересно. Пока нет. Ну, я не говорю, кто. А как тебе удалось его взять? Внутри, наверное, я сама себе разрешила позволять другие цифры и проводить такие сделки. Я поняла, что я могу. И где ты его нашла? Ты ему позвонила, ты его встретила? Он написал тебе в Инстаграм? Они еще давно как-то запрашивали образцы, и я уже за них забыла. Потом там говорили какой-то завод, запуск нового производства, куча этих всех слов, историй. Как бы я отправила, забыла. Ну, думаю, ну, очередной клиент, очередные запросы. Вот, и где-то несколько дней назад они позвонили, говорят, что мы уже утвердили ваши образцы, давайте нам счет. И назвали количество. Я их уговорила вместо 10 палет на фуру. Вот, и как-то... Кстати, вчера Юля Базилевская прислала, значит, написала, провела праздник с бюджетом 170 тысяч гривен. Помнишь, сколько она начиналась с... С 5 тысячи, мне кажется. 3 тысячи, да? На 170 тысяч она уже провела и подписала договор еще на 200 тысяч. Нормально. А тут это 10 палетов и уговорила нам фуру. Стесняюсь спросить, как уговаривала ты? Так, просто сказала, что есть какие-то... Это останется за кадром. Немного женского шоу. Ну, ладно. Так, ты прислала анкету с тем, что ты предоставляешь, предлагаешь услуги психологии, личных консультаций, проработки убеждений. Что это все такое? Откуда это? За то, что чем я давно интересовалась, больше 9 лет, наверное, я так на себе там что-то тестировала, тестировала. Постоянно различные инструменты терапии и в отношениях, и в бизнесе, и с клиентами помогала, и с коллегами в разные моменты. И сейчас, вот после шоу тоже, участия моего, очень посыпалось много запросов в директ. Вот, Маша, расскажи, расскажи, как ты это, вот я не могу, у меня там какой-то стеклянный потолок, еще там какая-то стеклянная фигня в голове. И я вот не могу, я хочу, но я вот не страшна, мне там это, 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 это. Я как-то, не знаю, начала общаться, и я поняла, что у меня есть в этом опыт свой личный, я понимаю... У тебя есть образование в этом? Нет, психологического образования нет, я сейчас как раз вот получаю в процессе, потому что диплом все-таки или какая-то корочка нужна. Угу, это как доктор. У меня есть опыт, да, у меня есть именно практика сугубо на мне, на своем бизнесе, и я это вижу в цифрах, в деньгах, поэтому прямое подтверждение того, что мои инструменты, они работают. Как это происходит? Либо по телефону, либо по скайпу, но желательно мне видеть человека, и уже в ходе консультации мы начинаем, я примерно понимаю, с чем я работать буду, могу я, не могу, скажем так, с этим контекстом работать, насколько мне это резонирует, опять же, и человек, и его, скажем так, проблема. И уже в ходе вот консультации, это я потом говорю, что примерно вот нужно два-три хотя бы раза. То есть это как больше психолог, терапия, каучинг? Это как сейчас называется, каучинг, да, тренер. Ну, то есть от бутылочек к психологию, то есть, ну, хотя бы понять, какую... Ну, скажем так, бутылочки, это у меня... Это было хобби. То, что нажитое, да, у меня, и это был семейный бизнес, который я потом интегрировала уже как отдельно. А психология, это то, что я постоянно очень жила, еще там, с времен, до бутылок, до времен бутылок, скажем так. И я вот увлекалась, увлекалась этим. А когда ты была в шоу, как-то не проявила никак это, спрятала? Ну... Все, моя бутылка, да, бутылка, как-то говорили. Да, ну, как-то у меня никогда не... не придавало этому значения, скажем так. Ну, интересные, интересные, то есть, кому это нужно, кому интересно, сейчас психологов этих очень много. В общем, ты поняла, что теперь хобби пора превращать в профессию. Я просто поняла, что если не бутылки, то что тогда? Вот я хочу иметь другой инструмент, который можно монетизировать в любой точке мира, который не будет привязан именно к складу, к товарке, к местоположению моему. То есть, мне там захотелось, я села, поехала с ребенком куда угодно. Но у тебя это уже на коммерческой основе или пока только вот... Нет, это коммерческая. На коммерческой. Сколько стоит твоя консультация? Пока что это от 10 до 15 долларов в час, так как у меня навыков это мало. Какой-то тренер у тебя есть, который... Я у многих разных терапевтов обучалась, ну, как обучалась в формате любителя. Ну, настатник, который, ну, не сделать хуже, чем оно есть, то есть, ты понимаешь, о чем я. Да, да. Очень много перепробовала, поэтому я не могу сказать, что я хожу там к какому-то конкретно. Нет. То есть, я для нас себе протестировала, как это иметь психолога, который за счет тебя решает свои же проблемы. Как это иметь психолога, который говорит, что я там решаю твои проблемы в отношениях, а по факту он сам не женат либо не замужем. Как люди вообще позиционируют себя, что я там коуч, психолог, тренер, но по факту ты смотришь, и у тебя нет подтверждения тому, чего он учит. Я понимаю, что если я там хочу говорить о деньгах, о цифрах, я должна в своем бизнесе это протестировать, проверить и говорить, что да, у меня есть в этом опыт, и мой потолок вот такой-то вырос. Я могу тебя там с 1000 гривен поднять до 10 тысяч долларов. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что вот, например, в спорте тренеры олимпийских чемпионок далеко не всегда были олимпийскими чемпионами. И мне очень понравилось, я неоднократно это говорила, как тренер сборной по синхронному плаванию в России, которая считается очень жестким человеком, как у девочек брали интервью, я случайно посмотрела программу, и им задали вопрос, девчонки, а как вы выполняете элементы, которые выполнить невозможно, никто кроме вас не выполняет. Они говорят, вы понимаете, наш тренер, он не умеет плавать сам. Вот, и он, когда нам ставит какие-то элементы, он не знает, что этого сделать невозможно. Но поскольку мы не имеем права тренеру перечить, мы это делаем. И для меня, например, вот лично, я не считаю, что для того, чтобы я могла человеку помогать пережить авиакатастрофу, там, не дай бог, да, как психолог, для этого совершенно не обязательно, чтобы у меня кто-то там умирал. Вот мое мнение все-таки, что это несколько другая история. Поэтому она имеет место быть, но она звучит для меня, как более любительская, знаешь, ну, на таком уровне. И то же самое, кстати, касается даже денег и так далее. Мы разговаривали, когда я брала интервью у Маршала Голдсмита, да, который является коучем самых богатых людей мира. Я ему тоже задавала вопрос, а как вы им говорите? То есть тут вопрос уже понимания, вопрос харизмы, вопрос, ну, несколько другой вопрос. Ну, лично для меня вот такое мнение. Поэтому мне кажется, что тебе сейчас нужно работать не над личным даже брендом, это мое вот пока из того, что я услышала, а над образованием в этом действии, потому что это врач. Ну, для меня вот психолог — это врач. То есть если я к нему пришла наговорить-то, я тоже могу наговорить чего угодно, да, но это будет наше общение там с тобой, как с подружкой, да, со знакомым человеком. А вот если брать уже ответственность за то, что человек переживает, это очень ответственная вещь. Сегодня у человека, блин, суицидное настроение, завтра, наоборот, у него какое-то настроение другое, да, и брать ответственность, чтобы провести его по каким-то местам. Вот, ну, мне кажется, что лично нужно работать сейчас над моментом образования. Лен, ты что думаешь? Я с тобой был согласен, в этом, ну, в этом моменте, да. То есть тут можно делиться, можно показывать свой результат из личного опыта, то есть, ну, работать вот в этом направлении, но консультации, ну, я просто не знаю, как, то есть, какие у вас там образовательные... Мне кажется, вы сейчас не о том. Маша, она готова участвовать в команде? А какой ее участвует в команде? Это поддержка, что? Я так понимаю, что как человек, который, ну, помогает, помогает именно в финансовом плане, ну, приобрести, ну, во-первых, ставить правильные цели, во-вторых, как-то их достигать. Она же сама достигла финансовых целей. Ну, то есть это что, бизнес-план подготовить, дать уверенности действию, проводить медитации какие-то, то есть, ну... Я думаю, план действий и действовать, делать какую-то работу... Ну, у нее есть, хочу поработать с зажигающимися, как практический психолог и помочь им раскрыть себя. Вот практический психолог я не готова Машу пускать в проект, как практического психолога, потому что практический психолог, ну, повторюсь, для меня это врач, врач души. И здесь, как бы, ну, как по мне, мало... Маша может быть, знаешь, человеком таким мотивирующим, подсказывающим вот таким в своих кулуарах, но не точно не как практикующий психолог. Ну, как практикующий психолог, да, я согласна, что именно психологического образования нет, и это, как бы, да, значительный минус. С другой стороны, я занималась изучением, куда пойти учиться именно этой сферы, и я понимаю, что у нас обучают все со знаком минус. Всё равно ты приходишь к терапевту, он как-то тебя обучает, и... Ну, Маш, это вопрос уже образования со знаком минус или со знаком плюс, но, как бы, это ответственность очень большая, очень серьёзная, вот, ну, если говорить об этом. Поэтому я, честно говоря, пока не совсем понимаю. Вот, если говорить о финансовых результатах, ну, как бы, тут тоже... Тут, Оля, ты, ну, как бы, тебе нужно понимать эту ответственность, как бы, ну, привлечение людей в проект. Окей, хорошо, давайте будем двигать. Маша, спасибо большое, что пришла. Мы о тебе подумаем, подумаем в контексте тех героев, которые у нас будут. Да. Нужны ли им будут убеждения, или они нам сами проработают, может быть. Вот, всё, спасибо тебе большое, рада тебя видеть. Спасибо. Думаю, что до встречи. До встречи. Давай, счастливо. Я не знаю, для меня Маша была одной из тех участниц, у которой такое количество тараканов в голове, что перехлопать их за пару месяцев я не верю. Ну, психологи всегда же из таких людей рождаются. То есть человек начинает лечиться их тараканом, становится психологом. Путь должен быть пройден. Я на данный момент вижу девочку в поиске. Да. В каком-то, знаешь, которая пытается превратиться в бабочку. Ты абсолютно права. Мне кажется, её сейчас как-то понесло, и она ещё непонятно, куда её принесёт. Да, то есть, возможно, через год, когда мы встретимся, например, мы скажем, да, Маша уже, как бы, понятно, она уже этим решила быть. Вполне возможно, что она перестанет быть психологом и станет кем-то другим. Для меня всё-таки психолог – это врач, это очень серьёзно. Я не готова брать на себя ответственность, принимать в команду человека на такую должность, не отвечая вообще за его собственные тараканы. То, что она ищет, это круто. То, что если она говорит, это работает, это замечательно. Но так быстро, знаешь, бросил курить, это как это называется, это как в группе анонимных алкоголиков, да, там, перестал пить, нашёл в курсе. Мы ходим всё время в группе анонимных алкоголиков. Ну, то есть, перестал пить, взял там себе спонсора, да, один помогает другому и выздоравливает сам за счёт того, что помогает другому. Я думаю, что у Маши это работает, ей легче становится, когда она помогает другим людям. Но квалификация этой помощи, ну, как бы, это уже вопрос другой. А сколько стоит хорошего психолога консультация, кто в курсе? Ну, от 600-800 гривен, да. Это сколько в доме? От 20-30 долларов. То есть, если она берёт 10-15, это не слабо? Нет, учитывая, что её… Если есть желающие, кто приходит, конечно, но ты понимаешь, что это терапия, это… Я против, я не хочу думать о ней сейчас в контексте нашего шоу. В этой должности, потому что я против вводить лекарства, за которые я не готова отвечать. Мы всё-таки берём ответственность за людей, и люди доверяют нам, когда мы им говорим, и мы работаем с этими, это твоя команда. В общем, нет. Ну, в общем, Маша хочет в тусу, но пока… Маша нам сейчас как психолог нет. Я с удовольствием посмотрю её, может быть, третий, четвёртый сезон, и, может быть, мы увидим, что Маша на этом месте. Давайте следующим. Так рада вас наконец-то вживую увидеть. Спасибо. Здорово. Мы живы. Меня зовут Алина Тадеринчук. Я очень люблю делать ивенты, очень люблю делать классные ивенты, заряжающие людей. И совсем недавно, проработав уже 10 лет в ивент-сфере на кого-то, я теперь решила открыть свой собственный ивент-продакшн. И вот открыла его, собственно, недавно. И хочу делиться своими услугами как раз с участниками вашего шоу. Я с удовольствием помогу им организовать классные презентации, я с удовольствием помогу им построить правильно презентационную речь. Недавно проходила как раз курс Юрия Борисова по качественной презентации. А почему вы на меня смотрите при слове Юрий Борисов? Я пытаюсь контактироваться со всеми. А, понятно. Я думала, вы что-то знаете о нас с Юрой, поэтому… Нет, никаких нет инсайтов по этому поводу. Вообще, в принципе, я готова делиться своими навыками еще проект-менеджмента и управления ивент-проектом как таковым. Теперь давайте без вот этих всех словечек начнем сначала. Project manager… Что вы делаете конкретно? Давайте вот о каком-нибудь своем конкретном мероприятии, ивенте, событии. Давайте, по конкретней. Вот, недавно мы делали с моим коллегой презентацию самолета Honda Jet пассажирского. Презентация проходила в Николаево, и мы вместе организовывали, собственно, подрядчиков, организовывали все, что там проходило. Мы искали кейтеринг, искали мебель. Каким образом вы получили заказ? Это знакомые моего коллеги, заказчиков. А кроме знакомых, каким образом вы получаете заказы? Пока этот процесс еще впереди. Сейчас я прохожусь, так как я до этого работала, собственно, на руководителей и делала заказы, которые находились в компании. Это была компания Small Expo, и они сами как бы со своими бюджетами делали ивенты. Теперь я нахожусь как раз в процессе того, чтобы искать своих собственных клиентов, и сейчас вложу на это все свои усилия. Что значит делали проекты за свои собственные бюджеты? Есть ивент-компании, у которых есть какая-то база финансовая для того, чтобы, собственно, сделать ивенты. Даже если туда не зайдут спонсоры, допустим, или какие-то дополнительные финансовые средства, они могут провести этот ивент. А что это за ивенты? Какого рода это ивенты? Для чего они? На чем они зарабатывают? Они зарабатывают, конечно, на входящих спонсорских, но этим занимается отдельный отдел продаж. Это были блокчейн-эвенты, конференции, выставки. Мы проводили, я конкретно курировала в Москве, и плюс до этого еще делала конференции, выставки. То есть они организовали просто собственноручный какой-то ивент, вернее, какую-то выставку, продавали места, арендовали, ну все понятно. Я тоже когда-то таким занималась. Ужасная вещь, очень трудоемкая в этом плане. Трудоемкая, очень интересная вообще. Да, особенно классная, когда ты понял, что ты в минусе. Так офигенно, вообще клевенько. Алина, будь добра, пожалуйста, твое участие в проекте, что бы ты для себя хотела? Во-первых, я давно хотела познакомиться с Ольгой и Сергеем лично. Первый момент. Второй момент – это то, что я люблю все время знакомиться с такими же активными людьми, как и я. И поэтому я уверена, что в этот проект как раз приходят те люди, которые не сидят на месте. То есть участнику вы можете помочь продвинуть его бизнес путем создания какого-то ивента, да? Ивента, да. А у вас есть команда какая-то? Например, мы сейчас скажем, ну Алина, давай забодяжим ивент во дворце спорта. Классный. Я прям вам придумаю идею. Лучше в дворце Украина. Мне дворец спорта нравится. Кто делать все будет? У меня есть ребята, они сейчас работают не в офисе. Мы сейчас контактируем на фрилансе. Это те люди, с которыми я уже построила отношения в течение вот этих всех 10 лет, пока строила свою рабочую практику. Ты можешь гарантировать, что они будут работать бесплатно? Да, вот этот вау-эффект. Да. А как ты считаешь, какие у тебя есть сегодня, я не знаю, может быть, наработки, сильные стороны, отношения, связи, которые тебя отличают от Лены Петреско, которая сегодня, например, тоже решила создать свое ивент-агентство? Во-первых, я считаю, что одним из моих самых главных навыков является такая пробивная способность. Кроме этого, я еще и пытаюсь сохранять со всеми коллегами, с которыми я контактировала когда-то в мире ивента, хорошие взаимоотношения. Поэтому, если возникают проблемы какие-то, они мне помогают их очень быстро решить, те же технические подрядчики и так далее. И плюс еще во время своих ивентов я стараюсь еще и заряжать команду на классное гармоничное взаимосуществование. У тебя есть опыт проведения в другой компании каких-то очень масштабных событий, может быть, связанных с городом, с поддержкой города? Почти было. Я работала в компании «Квартал Концерт», и мы организовывали мероприятие «Тбилисоба» на певчем поле. Но я тогда не была в качестве прям организатора всего, а была координатором, который занимался сценой. Вообще мы еще с командой моей организовываем большие танцевальные события, масштабные, всеукраинские, международные, во Львове и в Киеве. Это что такое? Это танцевальный фестиваль, хореографический, он проходит у нас каждый год. У вас есть вопросы? Нет, все понятно, очень четко. Мне тоже понятно, не зря к Юрию Борисову ходили. Зачки спят. В гости, да, мы с Юрой вместе со второго курса университета. Серьезно? Да. Что вы вместе со второго курса? Юра даже был у нас на свадьбе. Работаем с Юрой над проектами, над всем. Какая-то иническая речь, правильная. Главное больше сильно жестикулировать. Я еще люблю так, когда так становишься. Здравствуйте, меня зовут Ольга Ермилова, и я сейчас вам все расскажу. И, ой, это не то. Это уже из-за прописан. Это у меня не то было. Нам такие люди, как Алина, нужны. Все, спасибо, Алина, свяжемся с вами. Спасибо вам огромное. Спасибо. Классного вам дня. Я очень рада, что я с вами познакомилась. Всеми вы прям заряжаете. Спасибо. Взаимно, спасибо. Шли третьи сутки. У меня скоро обед. Конкурент твой пришел? Такая живая. Классная. Мне нравится, что она живая. Заряженная. Заряженная. Опять-таки, я не знаю по результату. Да, тут у нас может быть, знаете, такой клуб заряженных новичков. Не уехать. Алитаки будут все очень качаться. То есть, они в себя верят. Но я просто неоднократно видела это. Но не получилось. И это, конечно, офигеть. Вот когда ты видишь такой уровень заряда, и потом человек говорит, я это видела своими глазами. И ты просто, ты не веришь своим глазам. Ты думаешь, как? Вот ты делала на этого человека ставки. Знаешь, это такая самая бегущая лошадь. А лошадь такая. Ну, не ж могла я. Не ж могла. То, что у нее есть опыт многолетний, это дорогого стоит. Потому что, в принципе, когда в ивенты приходят, то вот с таким настроем, как она приходит в ивенты. Но обычно, если из них уходят, то уходят вот так вот. Знаешь, никогда больше мне об этом не говорили. То, что она сейчас продолжает этим жить, и то, что она верит, и то, что она хочет, и она именно ивентюр. Вот ивентюры и свадебщики – это разные категории. То есть, понимаешь, это или строить дома, проект домов делать, или делать квартирку одну, где тебе, блин, где ванночка. Да, где тебе, то есть, совершенно другой, как бы, аспект. То есть, кажется людям, что ивент большой создать проще, вернее, сложнее, но это не так. Вот. В принципе, она мне нравится. Я думаю, что, ну, однозначно ее нужно оставлять. Куда мы ее будем применять, уже будет интересно мне самой. Но вообще, девчонка, прикольно. Давайте создадим ивент «Зажигалка». Очень, да. «Зажигалка» плачет. Я, кстати, об этом подумала. Я тоже об этом подумала, только не я. Я подумала сразу об ленте в тысяч 20 человек, в тысяч 30. Да. Я люблю большие. Поэтому ты выбрала меня? Нет. Поэтому я хочу «Х плюс». Так, Евгений, расскажите нам, пожалуйста, о себе. Чем вы занимаетесь? А я занимаюсь созданием, производством видео. То есть это реклама, либо какие-то репортажные ролики. Вообще, в принципе, ролики. Так это вы пишете комментарии к нашим роликам? Камера дрожит, звук, дерьмо. Да, да, да. Не делайте фокусы. Ребят, вы знаете теперь, кого мочу? Нет, вообще, я ни разу комментарии не писал. Так, это тоже. Что такое создаю? Вы монтируете видео? Я монтирую. Мы в коллаборации, это как я, свое дело еще делаю. Мы в коллаборации с операторами, которые снимают это дело. То есть, если надо, допустим, я поеду. Но моя сторона больше это пост-обработка видео. То есть, либо же это съемка живая. Я потом обрабатываю, например, цветокор, монтаж. Там какие-то объекты в сцене. То есть, там, рытач, что называется. Добавить, либо почистить кожу, отбелить зубы. Там, что-то еще сделать. Вы делаете нас красивыми. Это вы, гады, делаете меня некрасивой. Я все время говорю, масочку положу. Нет, вечно бланжи. Свет неправильно выставлен. Страшный, зубы черные. Все, сидишь потом, как баба-яга. Что бы вы думали делать в шоу? Если кому-то нужно презентовать свою продукцию. К примеру, кто-то салон открывает. Или как-то рассказать об идее. То есть, это можно либо сделать 2D-шный ролик. Коротко рассказать об этом. Либо живая съемка, показать салон. Я уже такое делал. Просто реклама именно сети салона открывалась. И вот такая вот рекламка идет. Ну, смотрите, вы, я так понимаю, уже у вас есть какие-то клиенты, портфолио. Ну, да? То есть, у вас вы продаете свои услуги. А в шоу зачем пришли? Вам смысл работать бесплатно, если у вас есть уже клиенты? Ну, это тоже пиар. Окей. Ну, мне кажется, все очень понятно. Да, все понятно. Мы вам найдем клиента. Хорошо, Евгений. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, и вам всего доброго. До встречи. До свидания. Я, знаете, я, когда они приходят все, я, как сейчас, как наша старшая дочь, такая же, мое, мне, такая, сижу. Ты все хочешь себе забрать. Да, я, короче, каждому представляю, куда я его могу применить. Я такая, думаю, нафига этих участников вообще в шоу. Пусть нам видео делают. Пусть все нам делают. Думаю, так, этот будет нам тут, этот будет нам тут. Этот сайт, этот видео, это ивенты. Ну, это ивенты делают, да. Да, нам все надо. К чем пожаловали? Пришла я прокачать себя, помочь вашим начинающим предпринимателям, организовать свой визуальный контент, помочь с фотографиями. А вот эти профили, это ваша фотография? Беременные, и женщины, и дети. В основном это ваши, да, специализации? Ну, да, ну, я только, ну, это как бы не то, что специализация, я бы хотела себе попробовать в чем-то другом. Это пока то, что мне доступно. Это, естественно, как бы, я тренируюсь на кошках, на своих знакомых. Я на помидорах тренировалась. Искать людей, моделей, это сейчас как бы моя главная задача для того, чтобы у меня было хорошее портфолио и чтобы, естественно, практиковать свои навыки. А вы с постпродакшеном работаете потом? Как вы обрабатываете фотографии? Ну, я обрабатываю сама их в Lightroom, пакетная обработка. Фотошопом я еще пока не очень владею, поэтому у меня есть ретушер, ну, который вот именно это же делает. Я вам смогу программку дать хорошую? Можем пальцем, быстренько, и все готово. Ну, это если для телефона, то, конечно. А написано еще, что вы можете писать тексты для социальных сетей? Ну, в принципе, я этим уже каждый день занимаюсь, ну, для своих страничек продвижения. Вы обучались где-нибудь введению Инстаграма? Нет, я не обучалась. Введению Инстаграма на каких-то платных курсах, но постоянно стараюсь читать все доступные материалы, которые, ну, вот, из популярных, да, которые у нас есть в Украине. А зачем у вас три аккаунта целых уст в Инстаграме? Ну, в общем, первый аккаунт мой по хендмейду был. Он сначала был личным, потом просто превратился, пока я была в первом декрессе, я, как бы, немножко подрабатывала этим делом. Индмейдом? Да. Как много вы зарабатывали? Давайте поговорим об этом. Я зарабатывала. Что вы делали? Это не дает денег, это, скорее, просто хобби, за которые можно, скажем так, отбить материалы. Все услышали? Все о хендмейдерше услышали? Это хобби, которое не дает денег, за которое можно отбить материалы, и то не всегда, можно обколоть пальцы и еще что-то. Если не набирать людей, которые будут делать все процессы, которые ты продумываешь... А если набирать людей, то еще и бабло с попалете, не только... Ну, может быть, ну, это, знаете, надо будет просто ставить высокие цены, неоправданно высокие, чтобы их покупать. И никому это не продать, да. Да, все расходы. Личный, ну, личный блок, это личный блок, страничка, которая с фото, там я пишу про фотосессии, про завесы, какие-то... Какого времени на них хватает, на эти три аккаунта? У меня на один единственный не хватает. Не хватает, вот я сейчас думаю, что, наверное, это было глупо сделано, отдельная страничка. У вас двое детей, то есть у вас, как вы на жизнь зарабатываете? Муж работает сейчас. Ну, первое, Настя, во-первых, ты красотка. Ну, два месяца ребенку в прямом и в переносном смысле. Во-первых, то, что у тебя горит вообще попа, искать приключения, это очень круто. Ну, два месяца, ты три года вон сидят в декрете, еще потом 10 лет, вот, уже отмазка. То есть это как бы красотка. Насте, надо развиваться. Она молодая мать. Анастасия очень красивая. Я, например, вообще с этими двумя месяцами, я в восхищении. Это очень тяжело. Вы что, это очень тяжело. Только после двух месяцев вообще начинаешь на жизнь как-то смотреть. И то, когда у тебя горит все, потому что в офисе тебя все разрывают. Настя, красотка, будем работать, беги к ребенку. Спасибо. Два месяца, три года, и она еще улыбается. Я вообще в офиге. Вот это, знаешь, вот эти наши женщины, девушки, она как девочка вообще выглядит. Ты понимаешь, я не знаю, в чем вопрос. Скорее всего, тут два момента. Я думаю, что есть момент денег, она понимает, что надо зарабатывать, потому что ей не очень нравится. Ну, хочется мужу помочь, но понятно, почему ей хочется мужу помочь. И второй момент, значит, ей все-таки хочется реализовываться, потому что, заметьте, она все-таки выбрала умное дело. Ну, фотография, ей это нравится. Красиво. Она в этом живет. Но я, конечно, в шоке. Я тоже, я посмотрела. Во-первых, посмотрите, как красиво она выглядит. Какая она свеженькая, молоденькая, стройненькая. Слушай, ну, свеженькая это точно. Да. Ты знаешь, прилетела недавно моя подруга из Америки. Я об этом не знала. Она узнала только, когда она меня попросила ее быстренько в аэропорт обратно. Отвезти. Отвезти, да. Я говорю, я через неделю приеду. И она начала рассказывать мне о своих жизненных драмах, там пару слов. Я ей говорю, слушай, ну ты так классно выглядишь. А перед этим я ей начала рассказывать, что Алиса пошла в школу, я просыпаюсь в 5.40 утра. И я ей говорю, ну ты так здорово выглядишь. Она мне говорит, ну ты тоже, учитывая твой образ жизни. Я подумала, в смысле? А какой образ жизни? Ну, учитывая, ну, учитывая, типа, наверное, она имела в виду, я ей так рассказала, как сейчас сложно, когда появилась школа, как движухи добавилось, всего, как мы работаем и все. Она такая, ты тоже, учитывая твой образ жизни. И я подумала, вот иногда эту фразу не надо добавлять. Вот просто надо сказать, ты тоже. И все хорошо. Не ты тоже, а ты вообще офигенно выглядишь, Оля. Я поэтому люблю с тобой встречаться. Я предлагаю паузу пойти покушать, а ее берем. Берем. Да, давайте. Первая часть выполнена. Есть. Ну что, друзья, наш кастинг уже завершился. Но вы увидите его продолжение. В следующем выпуске мы решили разбить эти процессы, потому что всех много и хотелось хотя бы часть людей успеть показать. Я напоминаю вам о том, что мы сейчас отбираем команды. И если вы еще по какой-то причине не успели, не отправили анкету, не знали, не были на нас, в конце концов, раньше подписаны, вы можете сделать это сейчас. В этом выпуске я хочу попросить вас написать комментарии о тех людях, которых вы видели, о том, кто вам понравился, кто точно должен работать в командах, кого бы вам хотелось увидеть. Я напоминаю о том, что мы разыгрываем мою книгу «Зажигалка» среди всех, кто оставляет комментарии. И, кстати, уже совсем скоро второй тираж у нас появится в наличии, поэтому вы можете переходить по ссылке и оформлять ее вот где-то там внизу. Ну и еще на этой неделе мы с Сергеем провели мастер-класс на YouTube, который называется «Технология неизбежных продаж». Два часа рассказывали о продажах, о том, как это сегодня происходит, о том, что поменялось. Обязательно посмотрите его, потому что в скором времени, возможно, когда вы уже смотрите это видео, этого мастер-класса не будет. Ссылочка также находится под видео, не забывайте. Ну и не забывайте, если вы вдруг еще не подписаны на канал, не сделали этого до сих пор, почему-то, ребята, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, потому что уже сейчас мы снимаем второй сезон с новыми героями и могу вам сказать, что у нас много всего меняется. У нас меняются правила, у нас меняются участники, у нас не меняется только одно, у нас по-прежнему интересно и будет так происходить постоянно. Поэтому не поленитесь поставить лайк этому выпуску, не поленитесь посмотреть следующий, потому что мы стараемся. Помните о том, что для того, чтобы получить результат, необходимо фигачить, херачить. И неважно, как долго это будет продолжаться, потому что у каждого из нас есть свой путь. Не ведитесь, пожалуйста, на то, что в бизнесе все бывает легко. Нифига, вам нагло врут. Сегодня нету таких моментов, когда деньги приходят легко. И я бы на вашем месте к этому не стремилась, потому что деньги – это по факту всего лишь фантики. А вот наше развитие, умение что-то создать, построить, сделать по-настоящему качественным и только затем подтвердить, что это так, когда получить, в общем-то, от клиентов за это деньги – вот что по-настоящему интересно. Честно скажу, устало, страшно за эту неделю. Очень много всего у нас происходит. Подписывайтесь, кстати, на меня в Инстаграме. Подписывайтесь на нашу рассылку, если не хотите ничего интересного пропустить. Все наши мастер-классы и прочие шалости всегда есть на наших страницах. Ну и хорошего вам дня. А я немножко отдохну и почитаю свою же книгу, потому что она мотивирует даже меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok